Всем привет, мои дорогие! Давайте сегодня немножко отвлечемся от косметической темы. И я хочу снять легкое развлекательное видео, попробую вас немножко развлечь и отвечу на вопросы, которые вы задавали. Я не собирала их специально, не собирала, как будто бы я грибы собираю, я не готовила их специально. Вопросы первые, какие мне попались, но я постаралась все-таки выделить вопросы разной тематики, чтобы вы не скучали. Итак, сразу, вот прям сразу, без вступления я начинаю. Первый вопрос. Танечка, у меня вопрос, какие сайты или другие источники помогают тебе следить за последними новинками в одежде и косметических средствах? Этот вопрос мне задавали еще, когда я готовила предыдущее видео с ответами на ваши вопросы. Здесь где-нибудь оставлю, все время теряясь, с какой стороны. Оставлю где-нибудь ссылочку, посмотрите, если вам интересно. Значит, что касается информации, то я не привязана к какому-то одному ресурсу. У меня нет каких-то определенных сайтов, которые я регулярно посещаю. То есть я посещаю многие ресурсы в интернете. Как правило, когда меня интересует какой-то вопрос, не знаю, даже вот там самые элементарные тренды в одежде, да, 2017 или лето, 2017. Я просто в поисковике, как правило, набираю вопрос, и уже мне выходят те ресурсы, которые меня интересуют, и я уже ищу ответ на вопрос. Конечно же, очень много информации я получаю на YouTube, я думаю, так же, как и вы, но если, допустим, меня интересует какой-то вопрос, который мне ответ, на который мне может дать только профессионал, то YouTube не всегда подходит, потому что на YouTube не так много профессионалов, вот именно косметологов, да, визажистов, стилистов, вот именно профессиональных. Их не так много, в основном все-таки блогеры это девушки и женщины, такие же, как мы с вами, которые делятся своим опытом. В каком-то случае это хорошо, но в каком-то случае это плохо. Также я очень часто посещаю, смотрю информацию на косметисте, конечно, всем известно. В основном все-таки, если я планирую какую-то покупку, то я смотрю отзывы, я смотрю обзоры, но, конечно же, решение, что называется, я принимаю всегда сама, и поэтому мне всегда удивительно, когда блогер обвиняет в том, что я вот купил по вашей рекомендации, а мне ничего не подошло. И я все время думаю, как же так, мы все взрослые люди, в любом случае вас никто не тянет за руку, и вы всегда решение принимаете сами, перекладывать вашу ответственность за ваше решение на кого-то другого, это странно, как минимум. Мы все разные люди, и, конечно же, я всегда, делая какую-то покупку, понимаю, что на мне абсолютно может не сработать этот продукт, на мне может совершенно по-другому лечь этот крем или еще что-либо, и вообще у меня совершенно могут быть другие пристрастия, поэтому мне всегда странно. Давайте будем мы сами принимать решения, обдуманные решения, не пытаться свалить ответственность на кого-то другого. Так, продолжаем. Следующий вопрос. Почему вы еще маньячите, кроме косметики? Канцелярия, парфюмы, кожа-галантерея, бижутерия, ну и тут далее много чего описано. Если сказать про маньячество, то, наверное, у меня, знаете, разные интересы, у меня вообще в жизни очень много разных интересов, которые, если задуматься, никак друг с другом не соприкасаются. Ну, наверное, в этом вся я, мне нужно, чтобы было разнообразие. На данный момент у меня просто какой-то бзик по поводу каких-то декоративных украшений для дома. Я не могу сказать, что я скупаю их тоннами, во-первых, потому что и скупать-то, в общем-то, в нашем городе точно негде, остаются только интернет-магазины. Но то, что я очень часто посещаю разные интернет-магазины в поисках той или иной какой-то красивой украшалочки для дома, это да, это можно назвать маньячеством. Но, опять же, не факт, что это долго у меня продлится, потому что я стрелец, мне нужно разнообразие. Меня сегодня кидает в одну сторону, завтра в другую. Я импульсивный человек, я человек с разносторонними интересами. Вот, поэтому, что будет завтра и почему я буду маньячить завтра, даже я не знаю. Вас узнают как блогера в вашем городе? Если да, то какая реакция? Спасибо за ответ. Я, конечно, понятное дело, не звезда, но так как город у нас маленький, то такие встречи, конечно же, случаются. Как правило, ну какая реакция? Подходит, говорят, что смотрят мои видео, что приятно встретиться. Мне, конечно, тоже всегда приятно, хотя, естественно, меня это очень смущает, потому что я обыкновенная такая же женщина, как и вы. Но вообще земляки, я думаю, меня знают и смотрят гораздо меньше, чем, не знаю, ну средняя полоса России, что ли, чем Запад. Потому что в основном мои зрители как раз оттуда. Вот Дальний Восток, Хабаровский край и мой город, ну не такой уж большой процент. Вот, ну и слава богу, на самом деле, потому что, ну это всегда, знаете, как-то у нас все-таки люди, они начинают там тебя рассматривать, конечно же, им интересно. Ну, я как бы понимаю этот интерес, но он всегда для простого человека бывает очень так, как бы чувствуешь себя не в своей тарелке. Я думаю, что больше всего, как блогера, меня знают мои соседи. Потому что, ну, в любом случае, стены тонкие, я думаю, что они регулярно слышат, о чем я здесь говорю. Возможно, даже задают вопрос, с кем это она разговаривает и вообще, что происходит. Для разнообразия, наверное, выберем какой-нибудь косметический вопрос. Здравствуйте, Татьяна, посоветуйте что-то от расширенных пор. Спасибо. Вы знаете, конечно же, как блогеру ко мне всегда очень часто обращаются за разными советами. В основном, все-таки, из какой-то косметической темы. Но если то, что касается, там, декоративных средств, в общем-то, не трудно посоветовать что-то, то когда спрашивают каких-то более такие вопросы, касаются косметологии или каких-то, не знаю, серьезных проблем с кожей, здесь я, конечно же, ничего посоветовать не могу. Я никогда не возьму на себя такую ответственность. Во-первых, человек задает вопрос, я не знаю ни его тип кожи, ни его возраст, да. Мне трудно, как бы, дать какой-то ответ, но это, конечно, не относится к этому вопросу, потому что от расширенных пор здесь, в общем-то, все просто. И я вам могу сказать по своему собственному опыту, самый, наверное, такой действенный способ, потому что у меня расширенные поры сейчас с возрастом, когда кожа становится суше, но все-таки лицо немножечко опускается и провисает, и ваши поры тоже становятся больше. И я могу сказать, что лучше всего помогает хорошее тщательное очищение. Был период, когда у меня была просто проблема забитых пор и черных точек, особенно на носу, и расширенных пор. Сейчас все гораздо, гораздо лучше, потому что я поняла, сделала для себя вывод, самый лучший способ глубоко очищать кожу. Использовать несколько этапов, использовать по возможности мицеллярную воду, использовать, что еще, масла для очищения, да, гидрофильные, которые очень глубоко очищают кожу. Вот если делать это тщательно, если глубоко очищать кожу, то поры ваши будут значительно меньше забиты, соответственно, они будут сужены, да. Ну, естественно, вы не можете добиться, там, гладкого лица, как яйцо, таким способом, но вы значительно улучшите свою ситуацию, это проверено на себе. Ну и, конечно же, если поры сильно расширены, то не бойтесь использовать какие-то затирки, какие-то основы для того, чтобы затирать поры. Их сейчас огромное множество. Можете выбрать и по ценовой категории, какой вам больше подходит, и по эффекту. Поэтому сейчас вообще все гораздо проще. Идем дальше. Следующий вопрос. Таня, считаете ли вы себя транжирой или умеете копить деньги на свои цели? Я могу сказать, что я вообще умею ставить цели. Вот что не отнимешь у меня, так это добиваться, наверное, поставленной цели, чего-чего. А силы воли, вот это у меня точно есть. Но я не могу сказать, что я транжира, и я не могу сказать, что я так уж сильно умею копить. Что-то, наверное, среднее, потому что я не имею какую-то зависимость от денег, такую, знаете, которая, вот ты дал человеку в долг, да, или просто помог ему бескорыстно, да, или что-то купил для себя, неважно. Ты как-то потратил деньги, а потом тебя все это съедает изнутри, гложет. Зачем же я это сделал? Ой, да не надо было это покупать, да, вот он точно не отдаст. Да, вот зачем я это сделал? У меня, наверное, достаточно легкое отношение к деньгам. Вовсе не то легкое, когда вот там швыряешь их направо и налево. Я бы, наверное, сказала разумное. Потому что, конечно же, без денег в этой жизни, к сожалению, никак не обойтись. Но это не самое главное в любом случае. Поэтому, если я поставлю себе цель, я могу накопить, я могу там где-то в чем-то себя урезать, но накопить на то, что мне нужно. Но сказать, что вот я такая вот прям к деньгам отношусь как-то очень серьезно, скурпулезно, это точно не про меня. Дальше был вопрос про блогерство. Был вопрос про мой канал, вот он. Я не пойму, вы за 6 лет не наберете 100 тысяч подписчиков. А другие блогеры, в скобочках, зрелые тетеньки и даже пенсионерки, не говорю уже про молодежь, за год 150-200 тысяч набирают. Канал у вас неплохой, вы, миленькая, почему так? Я, честно говоря, даже не совсем поняла, о каких тетеньках пенсионного возраста идет речь, которые там 150-200 тысяч набирают. Я могу сказать, что сейчас на ютюбе вот получить красивую цифру, это вообще не проблема. Очень часто приходят такие предложения, очень много существует ресурсов, которые накрутят вам красивую цифру. Но для меня вот эта циферка, она, я не скажу, что она не имеет для меня значения, это вранье, когда так говорит блогер, она имеет для меня значение. Но это не самоцель. Я на сегодняшний день не готова рисковать каналом для того, чтобы накручивать себе какую-то цифру. И вообще, когда у меня будет 100 тысяч подписчиков, я надеюсь, будет, это будет для меня просто огромный праздник. Потому что это для меня огромная цифра для моего канала. Я медленно, но верно к этому очень долго шла. И могу сказать, что эту цифру я заработала. 100 тысяч для меня это просто огромная цифра. У меня абсолютно чистый канал, у меня нет ни подписчиков накрученных, ни просмотров, все живое, все настоящее. Моя аудитория зрелая, грамотная, очень интересная. Аудитория, которая вовлечена в весь процесс, что называется, она откликается. Это для меня самое главное. Соотношение просмотры и количество подписчиков тоже у меня на хорошем уровне, поэтому я более чем довольна. Поверьте, иметь там 150-200 подписчиков, 200 тысяч подписчиков, и при этом, там, не знаю, 5-7 тысяч просмотров, это бы меня расстраивало гораздо больше, чем вот ту картину, которую я вижу. Поэтому меня это абсолютно не расстраивает. Я не вижу, в чем может быть расстройство. Для меня это огромная цифра. У меня, конечно, нет еще 100 тысяч, но я думаю, медленно, но верно. Может быть, не так быстро, как, там, не знаю. Но еще раз я вам говорю, что я не говорю, что там все наши блогеры накрутили, там все подписчиков, ерунда, это полная. Кто-то говорит, конечно же, нет. Но делайте выводы сами. Следующий вопрос. Что изменили в своем макияже, что вы из ранних видео, и вы сейчас два разных по внешности человека? Мне довольно часто пишут, что сейчас я выгляжу гораздо лучше, чем, там, не знаю, 4-5 лет назад. Я вам хочу сказать, что я с этим не согласна категорически. Потому что, вот если объективно, вот только я могу объективно сказать, что, конечно же, за 5 лет изменения произошли не в лучшую сторону. Понятное дело, моложе мы не становимся. И как бы я это прекрасно понимаю. То, что вы видите с экрана, я вообще считаю, что камера меня любит. И вот, когда я смотрю свое видео, я понимаю, и я вам не буду там врать. Я понимаю, что я выгляжу лучше, чем я выгляжу в жизни. Потому что, ну, все равно где-то и кожа более сглажена, подсвечена. Я думаю, это вообще никому, ни для кого не секрет, что софиты, они все равно как-то делают тебя более такую гламурную, наверное. А в жизни, ну, я вижу, что все не так. Я не то, что вижу. Я у вас уверяю, что все-таки в жизни все не так позитивно, как вот то, что я вижу с экрана. Но что касается изменений, то, конечно же, я изменила свой макияж. Потому что, ну, прошло время, какие-то новые тенденции. Если вот так четко по полочкам подойти к этому и сказать, что конкретно я изменила за эти, за это время, да, то, наверное, это будет первое, это то, что я изменила цвет теней. Сейчас это больше натуральная гамма. Второе, я все-таки делаю такой комбинированный макияж. Матовые тени и чуть-чуть сияющих, не перламутровых, а вот именно слегка сияющих. Или это, наверное, если правильно сказать, то это будут атласные текстуры. Далее я стала больше блеска сияющих продуктов использовать для леса. Кстати, сегодня я не использовала метеориты, потому что как-то вот в последнее время чересчур вот из-за этих ламп у меня лицо прям даже мне не нравится. Слишком блестит, хотя в жизни такого не наблюдается. Поэтому сегодня я только использовала хайлайтер. Вот хайлайтеры я стала использовать. Я думаю, что вот этот сияющий вид, он все-таки в любом случае создает, наверное, такое впечатление более молодого лица, более свежего. Но это вот, вот это вот, наверное, единственное, что я изменила. Но, может быть, еще немножечко подкорректировала брови. Да, я вот специально посмотрела свои старые видео, сравнила. Да, брови тоже немножко изменилось. Но, опять же, это все естественно, все идет вперед. И я, кстати, часто вижу и фотографии, и блогеры, даже кто-то снимает видео о том, что там какая я была молодая, какая я сейчас. Ну, молодая имеется в виду там 18 лет, да. И вот у меня сейчас около 30, и вот я выгляжу гораздо лучше. Здесь, скорее всего, дело даже не в том, что ты выглядишь лучше, а то, что с возрастом вы больше внимания уделяете своей внешности, вы видите какие-то изменения, поэтому вы налегаете на уход, вы меняете там что-то в своем макияже. И если в молодости особо не нужно каких-то прикладывать усилий, чтобы быть красивой, а когда вы становитесь старше, усилий все нужно гораздо больше. Да и мода меняется, конечно. Смотря на свои старые фотографии, мы думаем, боже, как я могла это все вообще делать, такой макияж, как я могла это надеть. Но тогда это было модно, тогда это было актуально и красиво выглядело, а сейчас нам это кажется странным. Поэтому я думаю, что все изменения, они происходят абсолютно естественно, что ли, в штатном режиме. Следующий вопрос, такой, на мой взгляд, забавный, я бы сказала. Вы не хотели бы устроиться на работу, быть в ваших нарядах на виду? Дома ведь не всегда хочется наряжаться постоянно. Но у нас почему-то такое стойкое мнение у людей, что если человек не ходит в офис, на завод, в магазин, не знаю куда, на фабрику, то он не работает. Конечно же, это не так, и мои постоянные зрители знают прекрасно, что я работаю. Я работаю дома. Если речь идет о том, что дома нет как бы поводов наряжаться, я не могу сказать, что я дома надеваю какие-то платья или наряды, которые я надеваю, когда выхожу на улицу. Конечно же, нет, это не так. Но я вам хочу сказать, когда я работала, то есть ходила на работу, работала не дома, поверьте, поводов куда-то выйти и надеть какой-то наряд у меня было гораздо меньше. И выходных, помню, было очень мало. То есть ты свою жизнь, можно сказать, практически проводишь на работе. Я понимаю, что большинство из нас так и живет, но это правда. И не всегда ты можешь там надеть какой-то наряд, да, все-таки это работа в любом случае. Я к чему веду, что сейчас у меня гораздо больше свободного времени, у меня гораздо больше возможности куда-то пойти, поэтому мои наряды, когда я работаю сейчас дома, они больше видят свет, чем когда я работала, уж поверьте. Следующий вопрос, опять что-нибудь ищем такое контрастное. Вы говорите, что каждый день моете челку, а если вы с утра знаете, что целый день проведете дома, все равно будете мыть челку и приводить себя в порядок. Безусловно, конечно же, я буду мыть или челку, или голову, смотря в чем есть необходимость, даже если я никуда не выхожу. И дело даже не в том, что на меня смотрит там и муж, и, не знаю, гости, кто-то может прийти. И вообще любые люди делают, конечно же, не в этом. Даже если вы находитесь дома, по-моему, это вот вообще элементарные вещи. Женщина всегда должна выглядеть опрятно. Я не наношу макияж, если я знаю, что я никуда не иду. Допустим, у меня день сегодня там рабочий, и я никуда не планирую идти, то я не крашу. Сейчас у меня нарощенные ресницы, и, конечно же, это с этим стало еще проще, потому что вы всегда выглядите хорошо и нормально. Поэтому, да, есть дни, когда я на макияж вообще не наношу, и это очень хорошо, потому что кожа все-таки от макияжа должна отдыхать, она должна дышать, что называется. В этот день я могу какие-то масочки более глобально, да, себе посвятить больше времени или, допустим, не будет никакого-то специального ухода, но я хочу, чтобы кожа моя отдыхала. Еще раз повторю, когда я дома, чаще всего макияж я не делаю. Но, естественно, если я куда-то иду, даже просто за хлебом, то минимальный макияж на мне будет. Это мое правило. Естественно, чем становлюсь я старше, тем я, ну, тщательнее, наверное, к этому подхожу. Ну что ж, мои дорогие, на этом буду заканчивать свое видео. Спасибо огромное, что вы были со мной, что вы его посмотрели. Я надеюсь, вы немного развлеклись. Возможно, вы в этот момент занимались какими-то своими делами и слышали меня. Может быть, просто пили чай или просто смотрели на меня, на мои новые подушечки позади меня. И я надеюсь, что я подняла вам настроение. Всего вам хорошего. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Видео на нем выходит регулярно, каждую пятницу. Я с удовольствием радую вас и сама радуюсь своим новым видео. Обязательно еще увидимся. До встречи на моем канале. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!